Зарагиль Ну, как обычно, как всегда у нас, то, что есть, мы не ценим, поскольку это находится, но надо выйти, поскольку из этих выходов придет Тора, чтобы ценить то, что было и то, что будет. И только вследствие недостатка мы постигаем важность. И поэтому, если человек не работает над важностью в теперешнем состоянии, подобно старцу, который ищет то, что потерял с помощью группы распространения и еще и еще дополнительных потребностей, не ждет, что это поднимется в нем. Почему я не горю, почему я не стремлюсь, почему я сплю, засыпаю, но ищет это изо всех сил, именно в объединении с другими, в учебе, в распространении. И тогда иссыхает просто. И это проблема. Всегда должен быть кусок хлеба в соответствии с голодом. То есть человек не почувствует голода, если есть у него кусок хлеба в кармане, потому что есть у него, и это его насытит. И если у него нет на будущее, даже если сыт, тогда возникает у него недостаток, поскольку будущее начинает раскрываться, и нет наполнения для него предполагаемого. И человек должен всегда-всегда стремиться к будущему наполнению. Будущее наполнение — это желание отдавать. То есть это не наполнение отдачи, желание отдачи, сама отдача — это желание отдавать. Нет наполнения другого. Цвет хасадим, противоположность свету хохмы — это ощущение пустого клея и радость в результате этого, что он находится в стремлении наполнить ближнего. Хотя у меня у самого нет ничего, нет даже рубашки у желающего отдачи, и не нуждается ни в чём. Поэтому в этом нужно смотреть, что значит кусок котомки его. Поэтому должен ощущать себя во всё большей пустоте, с одной стороны, с другой стороны, в наполнении от этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!